Все, кто родился в СССР, улыбнутся при упоминании известного трио из кинокомедий «Самогонщики», «Кавказская пленница», «Операция И» и другие приключения Шурика. Правонарушители, трус, балбес и бывалый, харизматично воплощенные актерами Георгием Витсиным, Юрием Никулиным и Евгением Аргуновым, варят самогон, занимаются браконьерством, промышляют жульничеством. Эти образы стали любимыми в народе. Актеров, сыгравших в «Труса балбеса» и «Бывалого» уже нет с нами. Но живы их дети, внуки и правнуки. Георгий Витсин Личная жизнь артиста отличалась стабильностью и душевностью. Надежда Тополева стала первой гражданской женой актера. С ней Витсин прожил много лет. Пара так и не оформила отношения официально. По словам дочери актера, Надежда этого и не хотела, а отец не настаивал. Примечательно, что любимая женщина была значительно старше артиста. После расставания Витсин не бросил Тополеву, приносил продукты и лекарства, старался всегда помочь. С Тамарой Федоровной, племянницей известного селекционера Ивана Мичурина и его официальной женой, актер прожил до последних дней. Именно с супругой и ухаживала за ним. У пары в 1954 году родилась дочь Наташа, которую Витсин очень любил. Наталья Витсина рассказала, что знаменитому актеру нравилось рисовать. Также он увлекался скульптурой и писал пейзажи. По словам женщины, Георгию Михайловичу больше подходила иная профессия – художника и скульптора. Известно, что в перерыве между съемками актер мог быстро сделать наброски портретов коллег. Партнером Георгия Витсина по фильму «Кавказская пленница» запомнился шарж на Юрия Никулина, сделанный артистом на съемках киноленты. Скажите, а это не больно? Витсин брал дочь Наташу с собой на съемки, где девочку окружало творческое актерское братье. Наташа особенно любила Евгения Маргунова, который постоянно шутил и устраивал веселые розыгрыши. Несмотря на погружение в актерскую среду, девочка не стремилась стать актрисой. Дочь Витсина проявила интерес к рисованию, унаследовала от знаменитого отца талант к живописи. Наталья закончила Суриковский институт и стала художником-графиком. От отца Натали также досталась любовь к живописи. У нее есть пес, с которым она подолгу гуляет в парке. Георгий Витсин очень любил своих собак, постоянно выгуливал их возле дома, а бедных животных заботливо подкармливал. В определенные часы собирал вокруг себя окрестную живность и даже голубей. Птицы знали Витсина в лицо и слетались к нему со всех соседних крыш. Наталья Витсина не любит публичности, избегает общения с журналистами. Женщина не может простить СМИ ряд лживых публикаций, выставляющих ее отца в неприглядном свете. Наталья даже собиралась подать на желтую прессу в суд, но смерть отца нарушила ее планы. Первый брак дочери Георгия Витсина распался в молодости. Больше Наталья Георгиевна официально замуж не выходила. Но спутник жизни у нее есть. С гражданским мужем Алексеем Наталья живет в квартире, подаренной знаменитым отцом. Детей у дочери Георгия Витсина нет. Юрий Никулин С будущей женой Татьяной Покровской Юрий Владимирович познакомился в 1949 году во время цирковых репетиций. Никулин пригласил девушку на свое выступление, во время которого был травмирован. Татьяна очень переживала за самочувствие артиста и навещала его в больнице каждый день. Спустя полгода они сыграли свадьбу. Девушка тоже стала работать в цирке вместе с супругом. В 1956 году у них родился Максим Никулин. Единственный сын Юрия Никулина актерскую стезю не выбрал, хотя такая возможность у него была. В 11 лет Максим сыграл эпизодическую роль в кинокомедии «Бриллиантовая рука. Мальчик с очком». Персонаж Евгения Миронова Козлодоев силой толкает ребенка в воду. Сцена не удавалась, потому что юный актер опасался резкого толчка и сам падал в волны. Достоверность эпизоду удалось придать только тогда, когда режиссер картины Леонид Гайдай заверил Максима, что никто его толкать не будет. Потерявший бдительность мальчик тут же был брошен в море, очень обидевшись после этого актера Евгения Миронова. Максим Никулин все детство провел в цирковой среде, часто бывал с отцом на гастролях на юге. Цирк стал ему домом, но после школы по совету знакомых сын Никулина пошел в журналистику в МГУ. После окончания в 1972 году в факультете журналистики юноша работал корреспондентом газеты «Московский комсомолец», трудился на радиостанции «Маяк». По сложном списке сына известного киноактера работа в программе «Время» на центральном телевидении, опыт ведущего программы «Утро» и передача о цирке на канале «Культура» в начале нулевых. В начале 90-х Максим Никулин ушел к отцу работать в цирк. Журналистику сменила административная работа. В 1997 году после смерти Юрия Никулина его сын взял на себя управление цирком, совместив работу худрука и генерального директора. В настоящее время Максим Никулин возглавляет московский цирк, продолжая дело своего отца. Максим Никулин был женат трижды. В первом краткосрочном браке детей пара завести не успела, а второй жены у Максима Никулина есть дочь Мария. Девочка родилась в 1981 году, но когда Марии было три года, ее родители развелись. Со временем бывшая жена запретила родственникам видеться с девочкой, а затем увезла дочь в Германию насовсем. Старший Никулин так больше и не увидел свою внучку, которую очень любил. Мария, внучка Юрия Никулина, получила медицинское образование, стала врачом, нейрохирургом и теперь живет в Мюнхене. Девушка вышла замуж за немца, а потом родила ему двух дочерей – Викторию и Валентину. Через многие годы Максим Никулин смог разыскать дочь и возобновить общение с ней. Встреча произошла в Москве. Мария приехала в Россию на операцию. После выписки взрослая дочь пришла навестить отца, которого не видела много лет. В третьем браке с женой Марией Максим Никулин счастлив уже 38 лет. У пары два сына – Юрий и Максим. Внуки актера Юрия Никулина закончили в разные годы школу-студию МХАТ. Юрий в свое время хотел быть воздушным гимнастом, но передумал связывать жизнь с непростой цирковой профессией. Юноша получил специальность театроведа-менеджера и в настоящее время руководит отделом рекламы и спецпроектов московского цирка Никулина на Цветном бульваре. А в 2009 году у тезки деда родился правнук Станислав. Максим, другой внук Юрия Никулина, после окончания вуза возглавил в московском цирке отдел по организации цирковой гастролей. Внуки тепло отзываются о своем дедушке, вспоминая его скромность и непредвзятость в быту. Замечательную улыбку. Сын и внуки Юрия Никулина не оставляют дело, начатое их известным отцом и дедом, хотя сами актерами не стали. Евгений Маргунов Евгений Маргунов с юности мечтал о сцене, но Великая Отечественная война внесла в планы мальчика свои коррективы. 14-летний Женя устроился на завод вытачивать болванки для снарядов. Пробиться в искусство Евгению Маргунову помог случай. Парень написал письмо Сталину с просьбой принять в искусство и неожиданно получил рекомендацию в Камерный театр Таирова. В театре способного актера заметил режиссер Сергей Герасимов и позвал к себе во ВГИК. Всенародная любовь пришла после выхода в 1961 году кинокартины Леонида Гайдая «Пес-барбос» и «Необыкновенный кросс». Роль бывалого навсегда увековечила Маргунова в советском кинематографе. Евгений Александрович был в браке дважды. Первой его супругой стала балерина Варвара Рябцева, которая была старше супруга на 13 лет. Их семейная жизнь не заладилась. Второй женой артиста стала девушка по имени Наталья. Пара сыграла свадьбу в 1965 году. В браке у них родилось двое сыновей – Антон и Николай. Дети не пошли в актерскую профессию и не сделали музыкальной карьеры, как мечтал отец. Евгений Маргунов был поразительно талантлив как музыкант. Он мог сыграть первый концерт Чайковского по памяти, не заглядывая в ноты. Заветную мечту Маргунова исполнила его внучка Евгения, дочь младшего сына Николая. Юноша женился сразу после окончания школы и быстро обзавелся ребенком. Девочку назвали в честь знаменитого деда. Женя закончила музыкальную школу, а потом консерваторию имени Чайковского по классу виланчели. С 2019 года Евгения Маргунова художественный руководитель двух музыкальных коллективов. Она много гастролирует в России и за рубежом. Евгения любит экспериментировать в музыке, исполняя не только классические произведения, но и рок-хиты в симфонической обработке. Судьба детей Маргунова трагична. Младший сын Николай погиб в возрасте 25 лет, разбившись на машине. Его дочери Евгении было тогда 4 года. После смерти сына Евгений Маргунов так и не оправился, пережив Колю лишь на год. Его внучка Евгения сначала жила с матерью, потом Женю забрала на воспитание бабушка, вдова Евгения Маргунова. Старший сын бывалого Антон вел затворническую жизнь. Последние годы жизни мужчина прожил в одной квартире с пожилой матерью, которая оберегала сына от общения с журналистами. В 2021 году Антон Маргунов умер от сердечного приступа, пережив мать на два месяца. О детях старшего сына Евгения Маргунова известно мало. В СМИ упоминается о двух сыновьях Антона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова